Я вот после пресс-конференции с россиянами, после союзного САУМИНА, после встреч правительств Белоруссии и России, все есть тем, что не удалось договориться там, в основном, наверное, по налоговому маневру, который произведен в Российской Федерации и в результате которого мы в очередной раз значительно ухудшаем в Евразес и союзном государстве нашим условия функционирования белорусской экономики, если это произойдет. Я смотрю целый шквал разных точек зрения, мнений. Это естественно, но что меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать, а волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема, руководство страны, которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то это вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать. Потому что я еще раз говорю, если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около 400-500 миллионов долларов. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны. И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами. Никакой, не то что катастрофы, никакой настороженности у людей быть не может. Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь, в суверенной, независимой Беларуси. Вот поэтому и бюджет, а это деньги, это большие деньги, это миллиарды долларов, это миллиарды рублей, мы должны очень четко его распределить, чтобы эти средства попали туда, куда нужно.